Писание о преображении Господне. Матфея, 17 глава, Марка 9, Лука 9. Вскоре после того, как Спаситель открыл ученикам, что Ему надлежит много пострадать от иудеев, быть убитую в третий день воскреснуть, Он возвел трех апостолов Петра, Иоакова и Иоанна на гору Павор и преобразился пред ними. Лицо Его просияло, как солнце, одежды сделались белы, как снег. Преображение Христова сопровождалось явлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии, которые говорили с Господом и о Его близком отшествии. Изумление учеников достигло предела, когда всех осенило светлое облако, и из него послышался глаз «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих, того послушайте». Свято-этическая мысль углубляется в священную и тайну преображения, видит его с трех сторон. Во-первых, что есть преображение для самого Христа? Что он, ува, раскрыл он нам в себе? Здесь самим сокровенный момент преображения, и потому святые отцы избегают пространно рассуждать о Нем, чтобы земными словами не исказить из казанного. Во-вторых, рассматривается участие в преображении святых пророков Моисея и Ирии и апостолов Петра, Иоакова и Иоанна. Эта сторона события освещается гораздо подробнее. В-третьих, преображение Христова – есть неиссякаемый источник трастинного научения и духовного назидания. Празднованием преображения Господа Церковь исповедует соединение во Христе двух естеств – человеческого и божественного. В преображении есть явление Сына при свидетельстве Отца в Духе Святом, то есть откровение всех лиц Святой Троицы. Для Спасителя преображение состояло не в именении и не в каком-либо возрастании Его божественной природы, обладавшие изначальной полнотой, но явление Его божества в природе человеческой. У учеников, возведенных на фавор действием божества, открылись духовные очи, благодаря чему они оказались способны созерцать божественный свет. При мысли святого Григория Паламы, фаворский свет – это слава Божия и Царство Божие. В нем апостолам была открыта тайна восьмого дня, тайна того святоносного града, нового Иерусалима, о котором свидетельствует апокалипсис. «Господь преобразился не без причины, но дабы показать нам будущее преображения естества нашего и будущее свое пришествие на облаках во славе с ангелами», – говорит святитель Иоанн Затавус. «Посвящения в тайну будущего века были удостоены быть избранной из числа двенадцати апостолов, столпы апостольского лика, которые одни лишь были отмечены переменной имени, совершенной над ним Христом. Эти избранники вместе с пророками Моисеем и Ильей олицетворяли на фаворе всю Церковь. В этом экридзологический смысл преображения. В евангельском повествовании преображение имело еще одно значение. Оно должно было при грядущем Голговском уничижении Христа укрепить апостолов в их вере, дать им незыблемое свидетельство Божества Иисуса Христа, в добровольности Его крестных страданий и смерти. Об этом поется в Кандаке преображение. «Да игдатя узрята в спина им, а страдания уразумеют вольное. Миры же проповедят, якатыриси воистину отчие сияние». Кроме того, преображение имеет отношение лично каждому христианину. «Можем ли мы, имея ту же человеческую природу, что и апостолы, стать участниками преображения, прикоснуться к жизни будущего века, воспринять фаворский свет? В этом стремлении и озарении нетварным светом состоит духовный смысл нашей жизни. Образ этого стремления показал нам Господь на фаворе в святой молитве. По свидетельству Григория Паламы, имея в себе от себя самого нетварный свет, Спаситель не нуждается в молитве для сияния своей плоти. «Молился же он, чтобы показать, что блистание происходит от молитвы, от соединения ума с Богом. Потому и христианину, желающему удостоиться своего личного фавора, надежит постоянно упражняться в молитве и добродетели, отвращаясь от земных помыслов и устремляя свой ум, свою любовь к Богу, вера в то, что эта цель достижима, что обожение человеческой природе возможно – важнейший момент христианского учения у человека. Обожение есть условие предварения спасения. Именно поэтому преображение – залог воскресения. Глубокий назидательный смысл преображения содержится в отдельных его символах. Высота горы означает по блаженному ферфилакту возвышенность духа над зердными привязанностями. Без чего созерцание небесного невозможно. Сама гора знаменует необходимость двух подвигов – богомыслия и труда. Без чего невозможно взойти на высоту. Богомыслие возводит ум вверх, труд же способствует смирению. Гора указывает также на уединение и безмолвие, благоприятствующие молитвы. Многозначительно и само избрание Христом места, где совершилось преображение. Так как фавор по-еврейски означает чертог чистоты и света. Возведя учеников именно на фавор, Господь желал, чтобы из самого названия горы следовало, что для принятия божественного света необходимо очищение покаянием. Впервые церковные источники упоминают о празднике преображения в начале IV века. Древнейшим изображением событий является находящееся в храме во имя святого Аполлинария в Италии фреска XIX века, которая имеет анегорический смысл. Лицо Спасителя знаменано крестом, в кругу со звездным фоном. Апостолы же показаны в виде агнцев. На русских иконах иногда имелись некоторые прибавления к канону. Так, например, показывалось, как один ангел выводит из гроба Моисея, а другой сводит с облаков Илью. Известна и ночная икона преображения в образе XVI века. У Стюжанского письма фоном для священного события является ночное звездное небо. Полагаю, что здесь не одно соблюдение правды исторического факта, но и особый смысл. На ночном фоне молния преображения знаменует начало нового дня творения будущего века. Аминь. Спасибо. Спасибо.